Ребята, всем привет! Сегодня у нас будет сравнение двух телефонов. Это Xiaomi Redmi 5A и это Xiaomi Redmi Note 5A. Два очень бюджетных телефона и стоимость их сейчас примерно одинаковая. 90 долларов этот телефон стоит и этот телефон. И сегодня я бы вам хотел рассказать в чем между ними разница. Ну, во-первых, посмотрите разница в размерах. Redmi 5A это 5-дюймовый экран, здесь уже Note 5A 5,5-дюймовый экран. И внутри все одинаково. Одинаковые USB кабеля, одинаковые зарядки. Наушников нету и в обоих комплектах есть иголки для того, чтобы вставить сюда сим-карты. Кстати, на оба этих телефона можно установить и две сим-карты и плюс еще флешку. На Note 5A идет такой вот длинный лоток, две сим-карты плюс флешка. А на Redmi 5A здесь два лотка. Один на флешку и сим-карту и один еще просто на сим-карту. Как раз она у меня здесь и установлена. Еще оба телефона сделаны из пластика, у них отсутствуют сканеры отпечатков пальцев. И у них плоские экраны, не 2,5D и немного разные расположения динамиков. У Note 5A динамик расположен на нижнем торце, а у Redmi 5A на задней крышке. И оба телефона имеют разъемы под наушники и инфракрасные порты. Теперь по поводу экрана. Какой все-таки лучше? Конечно, удобнее держать в руке Redmi 5A, он меньше. Этот телефон уже реально не очень удобно держать, потому что ты не дотянешься до верхних каких-то иконок. Придется телефон вот так перебирать. Но с другой стороны, экран мне на Note все-таки понравился больше. Хоть и разрешение здесь одинаковое, и здесь HD, и здесь HD, но все-таки сама цветопередача приятнее на Note. Посмотрите, насколько здесь экран зеленит в сравнении с Note. Если посмотреть на настройки экрана, у меня сейчас оба телефона выставлены на натуральную цветопередачу. Но при этом Redmi 5A реально так прям зеленит в сравнении с этим. То есть здесь экран реально круче по цветам. На нем удобнее смотреть видео, на нем удобнее сидеть в интернете. Но этот телефон неудобно просто с собой всегда таскать. Неудобно его... Не во все карманы он войдет. Поэтому, ребят, здесь уже решайте сами, что вам важнее. Важнее вам компактность или важнее вам потребление контента. Если вы много смотрите видео, то я вам все-таки советовал бы Note. Еще обратите внимание на то, какой цвет вы покупаете. Если вы покупаете телефон белого цвета, у вас будут видны вот эти черные рамки вокруг экрана. Как они заметны на Redmi 5A, да, они достаточно такие толстые. Если вы покупаете телефон черного цвета, эта рамка будет сливаться с корпусом, и ее будет просто незаметно. По поводу начинки, здесь установлены одинаковые процессоры. Это Snapdragon 425. Да, конечно, не всем он нравится, потому что это уж совсем такой процессор начального уровня. На нем особо не поиграешь. Он еще по старому техпроцессу. Здесь всего 4 ядра. Хотя сейчас уже большинство телефонов Xiaomi, они восьмиядерные. Здесь установлены старые видеоускорители Adreno 308. И у двух телефонов всего 2 гигабайта оперативной памяти и 16 гигабайт встроенной памяти. 2 гигабайт уже, конечно, мало. В 2018 году хотелось бы минимум здесь 3 гигабайта видеть. Но Xiaomi они решили очень прям сэкономить на этих двух моделях, поэтому так снизили все характеристики. В играх, соответственно, тоже телефоны абсолютно одинаковые. И этот, и этот телефон не предназначены для каких-то тяжелых игр. И поиграть в них придется только, если вы снизите графику. Например, те же Танки, Асфальт, GTA San Andreas. Во всех этих играх придется графику снижать. А если вы любите поиграть в какие-нибудь простенькие игры, по типу шахматы, или Angry Birds, или Subway Surfers, тогда оба телефона будут нормально тянуть эти игры. Следующие это камеры. Камеры здесь одинаковые по характеристикам. И там, и там камеры на 13 мегапикселей. И фронтальные камеры, и там, и там на 5 мегапикселей. Но все-таки небольшие отличия есть. Я сейчас сделаю вам несколько фотографий. И покажу, как фотоит Redmi 5A и как фотоит Note 5A. Ну что ж, ребят, посмотрите примеры фото и видео, и напишите в комментариях, какая камера вам больше понравилась. Субтитры сделал DimaTorzok Пример записи видео на Redmi 5A, Full HD. И здесь уже кадры немного проседают. Такое чувство, что кадров 15 в секунду всего. Пример записи видео на Note 5A, Full HD. 30 кадров в секунду. Фронтальная камера на Redmi 5A снимает она в Full HD. Фронтальная камера на Redmi Note 5A снимает она тоже в Full HD. Теперь по поводу аккумуляторов. Здесь тоже все очень похоже. На Redmi 5A установлен аккумулятор на 3000 мА ровно. И, кстати, этот телефон не поддерживает быструю зарядку. И этот не поддерживает. А здесь установлен аккумулятор на 3080 мА. То есть здесь аккумулятор чуть-чуть больше. Но при этом здесь и экран больше. Соответственно, нужно больше энергии, чтобы его подсвечивать. Поэтому этот телефон живет чуть-чуть дольше. Если говорить про версию операционки, то здесь у нас одинаковые версии. И здесь MIUI 9, и здесь MIUI 9. И Android 7.1.2. Оба телефона, кстати, поддерживают обновления по воздуху. И это, конечно, огромный плюс для неопытных пользователей. Кто не хочет перепрошивать свои телефоны, разблокировать загрузчики. С этими двумя телефонами этого делать не придется. Теперь еще пару слов хотел сказать о качестве динамика. Давайте я сначала послушаю музыку на Redmi 5A. И теперь на Note 5A. Тоже максимальная громкость. И теперь на Note 5A. Если честно, ребят, мне больше звук нравится именно на Redmi 5A. Потому что он здесь как-то почище, почище звучит. Здесь все-таки не совсем такой чистый, качественный звук. На Redmi 5A звук получше. А по громкости они примерно одинаковые. Ну и в итоге, какой вывод можно сделать по этим двум телефонам? Они практически одинаковые. Единственное серьезное отличие это дисплей. Кому что больше нравится, лично я бы себе выбрал все-таки Redmi 5A. Объясню почему. Потому что для меня важна компактность, это раз. Если вы все-таки хотите большой телефон купить, то этого телефона будет недостаточно. Потому что да, у него большой экран. Но все-таки хотелось бы на такой большой экран уже разрешение Full HD. Хотелось бы уже получше процессор, чтобы можно было поиграть. То есть как бы экран вам большой дает. Но все вот эти возможности, которые открываются с большим экраном, вы их здесь не получаете. Потому что ну поиграть не очень получится. И телефон не игровой. Ну и на этом все. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Я ссылки оставлю и на этот, и на этот телефон, где их можно дешево купить. Также пользуйтесь кэшбэком Letyshops. Тогда вы еще больше денег сэкономите. Тоже ссылку оставлю в описании. С вами был Дима. Всем удачи и всем пока.